Всем привет! Вот на каких машинах едет second hand. Это Porsche или Porsche. И вот это вот вход в second hand. Я вам показать. Он плывет? Нет, он не плывет. Он плывет много. Я не покажу. Но у него проблемы с мышцами. Один плывет не открывает. Здесь вот такая вот тарелка. Очень симпатичная на вид. Здесь написано, что Italy made. Я только одного не понимаю, как это может быть. Здесь написано 36 из 10. Потому что я понимала, что платил на 10 штук. А тут 36 из 10. Я этого не понимала. Здесь есть вот такие вот блюдца. И возле них есть похожие тарелки. Это клеймо. Я не могла видеть, что там было написано. И вот такие же вот есть здесь тарелки. Есть вот такая вот соусница. Тут тоже вот написано, что Ironstone сделана она в Японии. И такая же есть масленица. Масленицу они не за много оценили. Всего лишь 99 центов. Вот это вот была симпатичная штука. И это California Patri. Но когда я была в магазине, я этого не увидела вблизи. Но вообще эта компания ценится, неплохо идет. Здесь вот были такие стаканы. Я их посчитала вначале, что это утки. Но потом я увидела, что это никакие не утки. Здесь вот листик какой-то тоже написано. Сделано в Японии. Очень симпатичный. И на следующий день его уже не было. Вот это вот был целый сервиз. Но что я очень не люблю то, что в Second Hand у нас они делят. То есть они могут вывозить, допустим, блюдца в один момент. Тарелки в следующие несколько часов. Стаканы могут вывезти или чашки на следующий день. То есть ты никогда не знаешь, когда это будет целый комплект. Вот. Насчет этих стаканов. Я не знала купить их или нет. Я их постоянно называла утками. Мои глаза меня подводили. Но я увидела, что это на самом деле фазаны. Они утки. И здесь вот эти вот были маленькие стаканчики. Вообще-то они называются по-английски shot glasses. Так что эти стаканчики, они шли вместе с теми. И однозначно это винтажные стаканы были. Здесь я так смотрела. Я люблю всё увидеть. Пытаться всё увидеть в Second Hand. И здесь вот тюльпанчики какие-то стоят. Вот что люди сдают. Иногда, конечно, на вид это как хлам. Но можно найти очень неплохие вещи. Этот недешёвая компания мебельная West Elm. Это не мебельная, а там всё для дома тоже. И цена в Second Hand за вот эту штуку была всего лишь 5 долларов. Здесь вывезли тачку. И похоже, что на тачке было очень много туфель. Похоже, что они все были от одного человека. Они все были похожи как-то стилем и на одну ногу. И вот эти вот были, я не знаю как их назвать, кувшины что ли. Они были из магазина Create and Barrel. Это не дешёвый магазин. Здесь вот тоже вывезли тачку, но на этой тачке особо ничего так не было. Здесь вот была кукла Барби и какая-то фотокамера, но не очень такая, что ценится. Но здесь была всякая всячина. Здесь какие-то цветочки без стеблей. Но люди всё равно такие цветочки покупают, если они делают какие-то поделки. Вот это были замечательные тарелки с кошками. Я не знала, что это за символ сзади. Я не могла это прочитать. Эти тарелки купили за один день. И два дня позже вывезли чуть поменьше такие же тарелки. Здесь вы видите эти кувшины на полке, потому что я снимала эти видео. Вот кто-то ангела побил и положил на место. Я снимала эти видео на протяжении двух дней. Поэтому в этом видео вы можете видеть, что эти, допустим, кувшины стоят на тачке. Потом они оказываются тут же на полке. Я вот это хотела пояснить. Здесь вот всякая всячина. Полки ломятся от всего этого. Цены они тут, кстати, ставят не маленькие. Вот поэтому на полках такое делается. Ну а потом это все оказывается на свалке. Вы видели, сколько на свалке всего валяется. И там люди тоже копаются. Что-то такое для себя пытаются найти. Вот это вот было какое-то, что делать эту печку. Но оно было открытое. То есть не 100% новое. И поэтому я его не купила. В смысле это как вязать какую-то печку. Здесь вот я хожу, показываю, что на полках. Чего тут только нет. Иногда может затесаться, могут затесаться какие-то даже очки неплохие. Но тяжело это все найти, потому что столько всего навалено. Здесь вот это вот очень симпатично. Если такое поставить на комод и класть туда свои какие-то колечки, заколки. Вот такое вот. Вот эти штуки, они для лежака. Когда человек ложится на лежак, то можно полотенце этими штуками зацепить за лежак. И чтобы полотенце не падало. Потом я нашла две вот такие картины. Это все Париж. И они уже были готовы. И в очень неплохом состоянии. Я посчитала, что мне может быть их нужно купить для комнаты сына. Вот это было напечатано. Это не картина. Это называется Принт. Вот. Кстати, на следующий день их уже не было. Вот эти вот собаки сидят за покером. И тут я думаю, покупать ли мне эту картину или нет. Я сейчас озвучиваю видео, потому что музыка настолько была громкой в Second Hand, что YouTube не пропускает мое видео. Поэтому я озвучиваю дополнительно. Мы сейчас у сына делаем ремонт в комнате. И поскольку мой сын, он изучает французский язык, и сейчас в школе он получил две грамоты, потому что он очень хорошо знает французский язык, сдал экзамены, то мы хотим в его комнате повесить вот такие вот картины. Здесь вот Джек Дэниелс. Это неплохую такую... Не то что картину, а как... Плохо подвесить вывеску. Плохо повесить в доме, если в доме есть какой-то бар с алкогольными напитками. Здесь вот эта вот тарелка, ее постоянно хвали назад. Она была у женщины. Одна женщина ее нашла. И эта тарелка выпала у женщины из тач. Я это все видела. Ну что? Они вывозят их по частям. И почему-то в этом Second Hand гудлили. Вот эта вот симпатичная вазочка. Тут вот бабочка. Есть бабочка. Но я не знаю, что это за символ, и к кому он относится. Потом я нашла эту овечку. Это овечка за 50-е годы. Так как он вывелит. И это овечка. Он в Японии. На самом деле они ее, видите, она сделана в Японии. Здесь написано. Они ее снили в 4. Они ее снили в 4 баксов. И это на самом деле горешок пья цветков. Это называется по-английски плентер. Такой вот. Люди иногда такое покупают. И они ставят в комнату детям. Потому что такая милая овечка. И туда они сажают цветочек. Иными словами это называется горешок пья цветка. К сожалению, таких больше не делают. Это вот я нашла такое блюдце. И сделано оно, по-моему, было в Италии. Они вечно в церкви клеят свои наклейки на клеймо. Здесь я показываю имя и что написано Италии. Вообще итальянская и немецкая посуда очень ценятся. Даже французская. Но здесь видите эти цветочки. Они все послазили. Но я это не покупаю. Потому что видите вот здесь вот по бокам. И поэтому это означает то, что это блюдце не имеет абсолютно никакой ценности. Оно очень симпатичное, но оно не ценное. То это не имеет никакой ценности. Вон эта тарелка. Опять ее поставили на полку. Так я купила блюдце и чашку на той неделе. И я показываю, что несколько дней до этого я нашла вот такую чашку с таким блюдцем. Сейчас у меня это выставлено на ebay. Вот. И очень жаль, что тарелка поступила. Они выставили ее намного позже, чем чашку и блюдце. Купать я не знаю. Кто-то это снимает с полки. Потом они все упаковывают. Вот здесь вот такая симпатичная. В секонд-хенде в США очень много можно найти замечательные посуды. И самое главное качественное. Но пока что я только покупаю это. И еще я покупаю платье. Вот здесь вот такие издали тарелки. По-моему они называются Tudor Style. Английские. И здесь вот сзади надписано. Я здесь читала эту надпись. Сейчас я этого не вижу. Только вижу, что там написано Rue China. Здесь вот откололки кусок. И кто-то ее продавал. Написано за 2 доллара. Таких здесь много. Потом их, кстати, не стало на следующий день. Здесь вот были две вазы. И похоже, что эти вазы... Они похожи стеклянные. Они похожи, что там как Murano Glass. И похоже, что они их оценили по 15 штук. Похоже, что это Murano стекло. Даже не похожи. Я в этом не сомневаюсь. Я уже такую вазу нашла на интернете один в один. Мне в начале показалось, что это стоит 5. Можно найти всякие такие штучки для дома, для цветков. Вот они тут за 15 стоят. Вот эти вот домики. Хочу сказать, что... Вот эти вот такие дома. Это из Голландии. Это из Голландии. И это называется Delft. Они, видите, называются... Домик Delft. Блау. Из Голландии. Видите, здесь кусок... Здесь вот, видите, есть осколок. От колуклин. И он так выглядит, потому что, на самом деле, это такой горшок для цветков. Это для цветков. Очень неплохо такой домик поставить на подоконник в доме. И туда посадить цветок. И даже вот с таким вот, такой домик могут купить. Но если найти много вот таких вот домиков... Я пытаюсь перекричать эту музыку. Если найти много таких домиков, они могут уйти за довольно неплохие деньги. Это, похоже, это кто-то сам ел точно. Вот такая вот. Видите, какая она? Вот так вот я нашла те тарелки. Они были где-то в таком же состоянии, видите. Вот здесь вот. Вот это вот... По-моему, оно называется триоклин. Когда вот это вот... Это может происходить от того, что неправильно использовали. Что находилось это где-то, где очень тепло. И так далее. Что-то это за вазочка такая. Но такая... Ничего особенного. А здесь сейчас ходит один мужик. Он тоже скупщик. Он тоже по стеклу и все. Он уже тут был. То есть до меня... Hi, how are you? Он до меня здесь пришел. И у него уже там полная тачка. Все, что совсем неплохое, он уже все взял. И кит какой-то. И когда сейчас вывозили тачки, видели бы вы, как он к ним бежал. ВИС. 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 Точнее. А не ВИС. 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 Вот такая эта вот. Та вот симпатичная. Но она такая тяжеленая. Я думаю, что она китайская. Бутылка симпатичная. Я в бутылках ничего не понимаю. Я ничего не знаю в бутылках. Могут быть очень ценная.